По поводу Панасенкова, жалко, что даже если бы он к вам пришел, вряд ли получились бы дебаты. Он все-таки за формат интервью, хотя подебатировать явно есть о чем. Я не хотел бы дебатировать с этим человеком, потому что я не воспринимаю как противника, нет. Я воспринимаю как заблудшего человека. Я абсолютно понимаю его причины делать подобную литературу. Я понимаю, что, видимо, это компенсаторная реакция, возможно, очень забитого, жалкого человека. И если бы я находился на его позиции, я бы, наверное, тоже занимался чем-то подобным. Это жажда призвания, очень сильная жажда быть выделенным. Обрати внимание на меня, посмотрите на меня. Я очень ему сожалею, я, честно сказать, мне жалко его как человека, потому что я понимаю, чего это происходит. Ему очень хочется выделиться, хочется внимания и толпы. Может, ему в детстве не додавали внимания, и вот он сейчас это компенсирует на том, что сейчас мы видим, наблюдаем. Это очень печально, и люди так заканчивают очень печально, кстати. Судьба у этих людей очень трагична, и очень жалко его на самом деле, потому что это до добра не доводит. Такая болезненная мания величия, она кончается тем, что человек сходит с ума, у него проблемы начинаются в общении с людьми. Ну, и чем больше людей, кстати, вокруг него, которые безапелляционно уже превратили в мем эту «О, гениальный! О, великий! О, наш Джизус! Мастер!» Тем больше и больше он будет страдать от этого, поверьте мне. Не завидуйте ему, это очень несчастный человек. Книжечки зато хорошо продает. В принципе, как и Евгений Прокопенко с Игорем Прокопенко с РЕН-ТВ, примерно тот же уровень научности, но продается хорошо. С этим не поспоришь, господа, с этим действительно не поспоришь. Субтитры создавал DimaTorzok